Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Мы сегодня находимся на участке с нашим молодым виноградником и разговариваем о зимнем укрытии. Вот эти холмики, которые вы видите, нет, это не кротовые норы, это как раз-таки закопанный молодой виноград. Буквально недавно я вам рассказывала, что зимним укрытием спешить не стоит и укрывать надо тогда, когда уже придет хотя бы какой-то более-менее морозец. И тут же показываю, что молодой виноградник у нас уже весь укрыт. Конечно укрыт, потому что если мы укрываем землей, то копать мерзлую землю, то еще удовольствие. Во-первых, это очень тяжело, это очень сложно, ну и зачем себе создавать такие трудности. Поэтому, если мы укрываем землей, то, конечно, мы укрываем, да, с одной стороны, когда уже все-таки дело близится к морозам, а с другой стороны, тогда, когда еще землю можно копать. Потому что потом это будет сделать крайне сложно, а может быть для кого-то даже невозможно. Физические способности у нас у всех разные. Конечно, у вас может возникнуть вопрос. Я вам всегда рассказываю, насколько классно наше сухое укрытие, насколько удобен синтетический ватин в использовании. И тут же показываю, что вот на молодом винограднике мы укрыли землей. Ведь все-таки укрыть землей, ну, достаточно большой труд. Здесь порядка 70 новых кустиков. Дело в том, что количество все-таки немалое, и мы не успели ни купить ватин, ни ношить с него одеялок, ну, просто не успеваем. Не хватает времени, не хватает возможностей. Поэтому в этом году пошли самым простым путем и укрыли все землей. Тем более, что вот виноградник молодой, видите, такие небольшие холмики. Высота их сантиметров 20-25. Ну, получается, что все побеги. Здесь мы уже резали коротко, опять же, чтобы укрыть. Повторюсь, виноградник большой, поэтому мы делаем так, чтобы максимально удобно было все это обслужить. Причем земля, видите, все растет в дерне. Была мульча немножко. И земля бралась из другого места. То есть землю насыпали сверху, не копали рядышком, потому что тоже дерн копать, скажем так, просто. Нет, возможно, конечно, все. Но это требует больших усилий. Пока что у нас была возможность, была куча очень старого компоста. И вот весь этот старый-старый перепревший компост, которому, наверное, не один десяток лет, вот он переехал к молодым виноградикам. Вот такие красивые холмики у нас получились. Сверху на холмик мы укладываем пленочку, прижимаем. Несколько меньше все будет замокать. И в таком состоянии все это будет до весны. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Мои контакты. И до новых встреч.